В прямом эфире телеканала Хабар 24 новости в студии Марат Ярназар. Здравствуйте. Еще один случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждены 229 случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных в городах Нур-Султан и Алматы – 135 и 60 случаев соответственно. В Карагандинской области – 7 случаев, в Акмолинской области – 6 и в Атараусской – 5. В Алматинской области – 4 случая, 3 случая в Жамбылской области и по 2 в Шемкенте и Восточно-Казахстанской области. В республике 18 человек выздоровели, один умер. Накануне вечером из аэропорта Барселоны в Минск и далее в Нур-Султан и Алматы рейсом авиакомпании «Белавия» вылетели 44 гражданина Казахстана. В большинстве – это студенты и несколько детей. Из-за устрашающих темпов распространения пандемии в Испании, многие авиакомпании мира прекратили авиасообщение с этой страной. Но казахстанским дипломатам удалось договориться с руководством посольства Беларуси в Мадриде и авиакомпании «Белавия» о замене самолета, вылетающего 28 марта из Барселоны, на более крупное воздушное судно. Благодаря этому удалось обеспечить посадку на борт всех казахстанских пассажиров, выкупивших авиабилеты, сообщила пресс-служба Отечественного МИДа в «Телеграм». Сразу два медицинских центра взяли на карантин в столице. Речь идет о МИР и Национальном научном онкоцентре. Контактные лица отправлены на карантин, в их числе медработники. Проводится дезинфекция всех помещений. Посещение пациентов строго запрещено, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Акимата Нурсултана в Инстаграм. Напомню, городским штабом было принято решение проверить всех авиапассажиров без исключения. С 22 марта медработники Нурсултана приняли свыше 20 рейсов. Это порядка 1750 человек. Из них полторы тысячи авиапассажиров уже получили свои результаты. Положительный диагноз на COVID-19 выявлен у троих. По словам врачей, система проверки всех пассажиров помогла предотвратить выход инфицированных людей в город и своевременно оказать им медицинскую помощь. По состоянию, на 29 марта от коронавируса в Казахстане выздоровели 18 человек, 13 из них в Нурсултане. Мой коллега Марк Брюшко продолжает наблюдать за тем, как живет столица в условиях карантина. В прямой связи со студией. Приветствую. Увидел ли ты каких-нибудь людей на улицах столицы? Марат, мы увидели здесь людей на этих улицах, ну вот прям перед прямым включением. Это были сотрудники парка, которые направлялись со стороны как раз таки парка на набережную. Говорить они особо с нами захотели и ушли. Говорили, что кормили каких-то лебедей. Видимо, там есть животные. Хотя здесь то же самое, что и на левом берегу. Это правый берег столицы. Это набережка знаменитая, самое популярное место среди молодежи в любое, по-моему, время годы. Здесь тоже заграждение, здесь тоже повсюду плакаты о том, что COVID-19, коронавирусная инфекция. Нужно быть очень аккуратным. И нельзя посещать сейчас при помощи, точнее говоря, из-за новых ограничений, нельзя посещать сейчас общественных мест. Вы можете видеть за моей спиной, в принципе, сделали такие баррикады из скамеек, из таких больших скамеек. Их очень сложно перемахнуть. Я подходил, ну, по крайней мере, мне подходил близко, с первого раза. Но издалека, опять-таки говорю, мы видели, что люди все-таки некоторые нарушают режим карантина. И перепрыгивают через них и спокойно гуляют, не знаю, в каком направлении. Может быть, в сторону работы. А может быть, просто из дома вышли подышать свежим воздухом. Этого делать крайне... Этого делать вообще нельзя, точнее говоря. Патрули вас обязательно накажут, прилегут к ответственности. Мы здесь встретили уже два патруля. Говорят они, якобы, что через 15 или 20 минут ходят. В общем, сменяют друг к другу. Полиция следит за тем, чтобы порядок соблюдался. В целом же, что еще могу сказать. Набережная достаточно пустынная, автомобилей крайне мало, движения практически нет. Здесь вот одна машина проезжала в одну, в другую сторону. Молодежь там сидела без масок. Увидели нас, маски надели. Ну и потом уехала, скрылась в конце концов. Не захотели они с нами разговаривать. Может быть, застеснялись. Что еще можно сказать? Остаемся пока работать здесь. Здесь абсолютная пустота. Людей практически нет, опять-таки повторюсь. Ну, с одной стороны, это даже правильно. Соблюдайте режим карантина. А мы остаемся здесь и, возможно, в скором времени снова увидимся. Да, будем ждать новых включений с других точек. Спасибо. Марк Брюшко информирует нас о ситуации в столице в условиях карантина. Ограничительные меры ввели в Мангистауской области, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление принял главный государственный санитарный врач области Ерголис Эдеманов. Установлен противоэпидемический режим ограничения передвижения населения, в том числе и общественного транспорта, с 30 марта с 7 часов вечера до 8 часов утра. Кроме того, ограничения распространяются на выход жителей из квартир, нахождение граждан в общественных местах, парках, сферах детских и спортивных площадках, а также вход в здания авиа, ЖД и автовокзалов, встречающих и провожающих лиц. Производство тканевых масок запустили в швейные фабрики в Семее. Две недели назад здесь начался пошив четырехслойных марлевых защитных средств. По словам руководителя предприятия Айнур Ахметовой, на сегодняшний день среди населения области распределено 320 тысяч штук. На предприятии готовы изготовить до миллиона масок. Их можно будет приобрести по фиксированной цене. В Акимате области в первую очередь намерены охватить бесплатными масками социально уязвимые группы населения. Это ветераны войны и тыла, инвалиды всех групп, многодетные семьи, сироты и пенсионеры. Отмечу, что небольшие магазины и индивидуальные предприниматели также участвуют в компании по пошиву масок в регионе. Я здесь проработала 44 года. Шьем маски для населения, невзирая ни на что. Наша задача – охватить как можно больше людей. Главное – поддерживать друг друга и соблюдать меры профилактики. О новых пакетах финансовой поддержки для медиков, работающих в условиях повышенных нагрузок в санитарно-эпидемиологической сфере, сообщил президент Касымжомар Токаев на своей странице в Твиттере. Глава государства отметил, что сейчас правительство проводит необходимые расчеты и уже завтра, в понедельник, станет ясно, о каких конкретных решениях идет речь. Медики, работающие в условиях повышенных нагрузок в санитарно-эпидемиологической сфере, достойны нового пакета финансовой поддержки. Правительство проводит расчеты, в понедельник будет объявлено о принятом решении. Жители Петропавловска решили всевозможными способами поддержать тех, кто находится на передовой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Владельцы ресторанов и кафе поочередно доставляют бесплатные обеды работникам скорой помощи. А представители Ассамблеи народа Казахстана и Ассоциации деловых женщин закупили спецодежду для медперсонала, который дежурит в провизорных стационарах. Репортаж Нургуля Ахметовой. Мне кажется, сейчас в данный момент врачам не до готовок. Они делают сейчас большое дело для нас, для всех. Запеченные окорочка, винегрет, пирожки, все эти блюда шеф-повар Николай и его коллеги готовили сегодня не для посетителей кафе, а для тех, кто при первом жозове спешит на помощь к людям. Мы сегодня поняли, что профессия врача, медсестры, она намного важнее, чем политик, чем повар, чем менеджер. И мы решили, что мы должны помочь в этом деле. И мы хотим, чтобы наши обеды как-то приукрасили рабочий день работников скорой помощи. Выручка заведения общепита в эти тревожные для всей страны дни снизилась в несколько раз. Но рестораторы решили не сидеть без дела и поддержать врачей. В этом центре скорой медицинской помощи работают 15 бригад. Врачи шутят, иногда даже на перекус времени нет. Раз на раз не приходится. Бывает, сзади мы обслуживаем по 16 вызовов за сутки, у них может быть и 20, и 24 вызовов за сутки. Именно врачи сейчас находятся в самом эпицентре борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И пока большая часть населения старается оставаться дома, люди в белых халатах выполняют свой долг. Все средства индивидуальной защиты, они у нас есть, все дезрастворы есть. Вот они одноразовые маски, вот они все шапочки. В провизорном стационаре, а это то место, куда госпитализируют граждан, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, медперсонал работает в спецобмундировании, чтобы хоть как-то обезопасить себя от потенциальной угрозы заражения. Местные врачи тоже успели ощутить на себе заботу со стороны населения. Это такое большое благородное сердце, когда просто позвонили. Вам нужна какая-то помощь? Да нет, у нас все вроде как есть. У нас все есть, мы обеспечены полностью. И буквально через полчаса 25 комплектов средств индивидуальной защиты, это вот такие вот комбинезоны, вместе полностью с масками, со всеми бакилами и все, были привезены. Но это дорогого стоит. Дорого внимания, говорят врачи, а неравнодушные жители Петропавловска тем временем думают, как же еще можно помочь обществу в период пандемии. Сейчас важно поддерживать не только медперсонал. Сейчас важно поддерживать уязвимые слои населения, которые наиболее подвержены риску заразиться COVID-19. Сейчас нужно не деньги запасать, а нужно запасать именно те вещи, которые впоследствии нам помогут бороться с этим вирусом. Теперь мы планируем с завтрашнего дня начать производство многоразовых масок, для того, чтобы раздавать их тем слоям населения, тем людям, которые не в состоянии купить. Тем, кто тоже хочет помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, врачи дают простой и всем известный совет. Просто оставайтесь дома и берегите себя. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Хабар, 24, Петропавловск. В связи с чрезвычайным положением в стране усилены меры безопасности и в исправительном учреждении ОВС-156-15 в Семее. В настоящее время здесь отбывают наказание 630 осужденных. В учреждении средней безопасности расположена республиканская соматическая больница на 250 коек. Работникам и осужденным ежедневно измеряют температуру. Кроме того, дезинфицируются въездные ворота и контрольно-пропускные пункты, а также все внутренние помещения объекта. Специалисты говорят, оборудования и дезинфицирующих средств для проведения санитарной обработки достаточно. На данный момент ситуация под контролем. В учреждении температурящих, тяжело больных нет на сегодняшний день. Короткие свидания, также передвижение осужденных, этапирование, все запрещены. В связи с данной ситуацией. Продолжение следует... Продолжим информационный выпуск. На сегодня в мире COVID-19 унес больше 30 тысяч жизней. Общее число заболевших коронавирусом в мире составляет более 650 тысяч. Самое большое число инфицированных в США – более 120 тысяч человек. Число летальных исходов превысило 2 тысячи. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах. Сейчас в стране проводятся массовые проверки людей на наличие COVID-19. Недавно Управление по санитарному надзору США одобрило тест на коронавирус, который дает результат в течение 15 минут. В ближайшее время планируется нарастить производство, чтобы поставлять как минимум 50 тысяч тестов в день. Сейчас по всей стране объявлен карантин под запретом любое нахождение на улице, кроме походов в магазины, аптеки и поездок на работу. Приостановлена деятельность многих компаний, заводов и торговых центров. Но, по словам американского президента, это никак не повлияет на торговлю. Мы не остановимся ни перед чем, чтобы защитить здоровье жителей нашей страны. Я хочу попросить всех граждан соблюдать все меры безопасности и придерживаться правил карантина. Сейчас в это непростое время мы должны быть сплоченными. Хочу отметить, что карантинные меры никак не коснутся торговли. Отмечу ранее. Федеральное медико-биологическое агентство представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который прежде использовался против малярии. Уточняется, что схема была разработана на основе опыта лечения коронавирусной инфекции в Китае и Франции. Испания побила антирекорд по числу жертв коронавируса. За сутки скончались 832 человека. Общее число умерших с начала эпидемии превысило 5,5 тысяч человек. Такие данные озвучили представители Министерства здравоохранения. На сегодня общее число инфицированных превысило 70 тысяч человек. С 14 марта в стране действует режим повышенной готовности. В рамках введенных ограничений выходить из дома разрешено лишь в исключительных случаях. За нарушение карантинных мер грозят крупные штрафы и арест. Также в стране не хватает медицинских масок, перчаток и антисептических средств. В качестве помощи Китай направил в Испанию почти 4 миллиона защитных масок. Число погибших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек. Об этом сообщили представители местного департамента гражданской защиты. На данный момент почти 4 тысячи пациентов из 70 тысяч зараженных находятся в отделениях интенсивной терапии. Также в департаменте заявили, что в стране могут быть еще тысячи носителей коронавируса, которые не имеют подтвержденного диагноза. Поэтому допускается, что число инфицированных может быть в 10 раз больше. Отмечу, итальянские власти не справляются со своевременным принятием мер, необходимых для замедления скорости распространения вируса. В стране переполнены морги и крематории. Чтобы вовремя провести необходимые похоронные процедуры, к вывозу тел погибших от заболевания привлекли в военную технику. Сейчас в Италии находятся и казахстанцы. Нам удалось связаться с нашим земляком Абаем Батыровым. Он учится в одном из университетов итальянского города Генуя. И вот, что он говорит о текущей ситуации в стране. Если говорить по поводу ситуации с коронавирусом в Италии, то ситуация чрезвычайная. Власти предпринимают все различные меры по борьбе и предотвращению данного вируса. Запрет на передвижение. Также соблюдение дистанции минимум одного метра. В больницах чрезвычайно не хватает мест для больных. Не хватает специального медицинского оборудования для вентиляции легких. В аптеке дефицит масок, антисептиков, различных средств гигиены. Количество жертв расчет с каждым днем. Исходя из всего этого, уважаемые казахстанцы, я вас прошу соблюдать меры безопасности, соблюдать карантин. Мы продолжим выпуск после короткой паузы. Не переключайтесь. В одном месте все услуги вместе. Новая версия самого мобильного приложения. Привязывайте СП к четырехзначному пин-коду или подтверждайте любой запрос через Touch ID и Face ID. Теперь еще проще ориентироваться в интерфейсе. Подсказки сразу на главной странице. Получайте услуги и справки еще быстрее. За несколько секунд узнайте о зарегистрированном юридическом лице, размер базовой пенсии и не числится ли квартира или дом на вас. Узнайте о сроке прохождения технического осмотра. А вся ваша медицинская информация в разделе «Паспорт здоровья». С ЕГОФ Мобайл цифровые версии ваших документов всегда под рукой. И еще найти работу можно тоже здесь. Просто загрузите резюме и ждите предложений. Загружайте приложение и получайте госуслуги просто. Одно приложение – тысячи решений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжим выпуск. В Иордании из-за коронавируса решили закрыть Мухафазу-Ирбит. Это такой район местного управления с населением более миллиона человек. Жители полностью поддерживают решение правительства. Теперь никому не разрешается заезжать в Ирбит или выезжать за пределы Мухафазы. Накануне в стране зафиксировали первый случай смерти от коронавирусной инфекции. Общее число заболевших перевалило за две сотни. Мы решили принять более предупредительные меры, чтобы в первую очередь полностью изолировать провинцию Ирбит от остальных провинций королевства. Никому не разрешено входить или выходить из него, кроме тех, кому разрешено. Это решение было принято определенно после того, как внимательно изучили ситуацию. Большинство случаев коронавируса связаны с Ирбитом. С моей точки зрения, а она отражает мнение большинства, решение довольно правильное. Так мы сможем остановить распространение инфекции. Изоляция делу не помеха. Теперь Тура Мила, врач общей практики, принимает пациентов, не выходя из дома. Больница в Париже, где она раньше работала, закрылась из-за коронавируса. Французское правительство приказало людям оставаться дома и выходить на улицу только в крайних случаях. Посещения врача включены в список разрешенных действий. Но многие опасаются, что могут заразиться COVID-19 на приеме. Однако находчивые врачи начали проводить консультации на платформе «Доктор Лип». После вспышки коронавируса население начало пользоваться ей в 100 раз чаще, а количество врачей, использующих этот ресурс, возросло в 10 раз. На прошлой неделе я перевела все свои консультации в видеоформат. И что удивительно, пациенты очень быстро адаптировались к этому. Иногда нужно уделить время организации и объяснить людям, как это сделать. Но до сих пор почти каждый день забит онлайн-встречами с пациентами. Продолжение следует... Еще один случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждены 229 случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных в городах Нур-Султан и Алматы – 135 и 60 случаев соответственно. В Карагандинской области – 7 случаев, в Алматинской области – 6 и в Атараусской – 5. В Алматинской области – 4 случая. 3 случая – в Жамбылской области и по 2 – в Шемкенте и Восточно-Казахстанской области. В республике 18 человек выздоровели, один умер. 23 казахстанца эвакуированы на родину из Таджикистана. Сегодня самолет в сопровождении военных врачей благополучно приземлился в аэропорту Алматы. Зараженных коронавирусной инфекцией среди прибывших нет. Состояние пассажиров удовлетворительное. Все пройдут медицинское обследование и будут помещены на карантин. Тем временем из Шемкента военно-транспортным самолетом военные вывезли 20 граждан Республики Таджикистан. Напомню, ранее силами военно-транспортной авиации были эвакуированы 33 казахстанца из Саудовской Аравии, двое из Кувейта и более двух десятков наших граждан благополучно вернулись в Казахстан из Кыргызстана. Сегодня 11-й день карантина в Нур-Султане. С самого раннего утра мой коллега Марк Брюшко следит за ситуацией на улицах столицы. Марк, ты вновь подключился к студии. Как обстановка и где ты сейчас находишься? Несколько секунд тишины, послушайте. Если вам, конечно, слышно, мы также находимся на набережной, только поменяли точку. Посмотрите, какая тишина. Только шум техники, которая собирает бытовые отходы вдалеке, конечно, немного портит картину. Его еще пару минут назад не было. Полицейские разрешили нам на этом пятачке выйти в прямой эфир, чтобы показать, в принципе, вот этот размах. Вся набережная перекрыта, как и, в принципе, все общественные места столицы из-за новых ограничительных мер, которые приняли для нераспространения коронавирусной инфекции в Нур-Султане. Здесь также мало прохожих, практически нет. Но зато патрули есть там, патрули есть там, с двух сторон. Вон они прям смотрят, я не знаю, наверное, будет видно. Вот полицейские отходят, вон они вдалеке. Только что подходили к нам, узнавали, как у нас дела, не видели ли мы кого. Относятся ко всем очень, ну, можно сказать, подозрительно, но с хорошей стороны. То есть они проверяют прям каждого человека. К нашей съемочной группе, тоже ко мне, к режиссеру, к оператору, ко всем подходили, спрашивали, откуда. Мы спрашивали, есть ли у нас разрешающие документы работать. Они у нас, разумеется, есть в служебном удостоверении и все остальное. Также хочу обратить внимание, вы можете видеть, напомню, сколько здесь на набережной, для тех, кто живет в столице, это, конечно, не секрет, разных заведений, быстрой еды, быстрого питания. Сейчас все они закрыты, наверное, это, конечно, большие убытки для владельцев этих киосков. Все-таки это и аренда, и они продуктами закупались. Вряд ли они, конечно, целый месяц до конца карантина. И сначала его, как говорится, продержатся. Возможно, многие из них сами и владельцы забрали себе домой, раздали, не знаю, по знакомым. И съели уже все закрыто. Это чипсы, кукуруза, напитки, мороженое. То есть, ну, все, что угодно можно было здесь себе позволить. Присесть на лавочке и, в принципе, отдыхать. Сейчас, напомню, так выглядит каждое общественное место столицы из-за карантина. Все общественные места закрыли. То есть, вы не имеете права, если находитесь на улице и вышли не в магазин, и не в аптеку, и не на работу, не имеете права находиться на улице и не имеете права посещать общественные места. Просто выйти, погулять в них, потому что это запрещено для того, чтобы все мы смогли пережить, так сказать, распространение и пережить инфекцию коронавируса. Так что давайте оставаться дома и, в принципе, следить за новостями на нашем телеканале. У нас еще в эфире будет очень много всего интересного. Амарат, а к этой минуте у меня пока все. Ты видишь, что происходит вокруг. Вокруг тишина. Даже можно услышать. Птички поют, ветер дует и практически ничего больше. Город как будто бы вымер на самом деле. Да, спасибо, Марк. Пожалуй, это впервые, когда такая безлюдная картина в городе радует, как ни странно. Спасибо, Марк Брюшко, информирует нас о ситуации в столице. Волонтером можно стать в любом возрасте. Это доказывают участники Павлодарского спортивного клуба «ДОС», который объединил несколько десятков людей старшего поколения. В эти дни те, кто может передвигаться по городу без посторонней помощи, посещают своих друзей и коллег по спортивному движению, принося им продукты и лекарства. Сам клуб временно закрыт для занятий. Галия Каскабасова сначала привела спортклуб для пенсионеров своего супруга, а спустя время и сама втянулась в новое спортивное движение. Говорит, что гимнастика помогла избавиться от боли в суставах и проблем с дыхательными путями. Благодаря этому объединению у них появилось много новых друзей. Это не только спортивный, это как семейный клуб для пожилого возраста. У нас и молодые есть, молодежь 45 лет и моложе есть. Они к нам тянутся, они на нас смотрят. Это единственный клуб, аналога ему нет. Вот у нас в Павлодаре нет аналога. Клуб, в котором представители старшего поколения, в том числе с ограниченными возможностями, могли бы встречаться и заниматься спортом, появился в Павлодаре благодаря энтузиасту Тимирбулату Нурмуханову. Чтобы отремонтировать и хоть немного оборудовать заброшенный подвал, он полгода собирал свою пенсию. Упор сделал на кинезотерапию, то есть лечебную гимнастику. Из-за ситуации в мире с коронавирусом спортзал временно закрыли для массовых занятий. Как здоровье ваше? Ну, здоровье в порядке, спасибо зарядке. А мы теперь когда придем на тренировку? Чуть-чуть потерпите, Ролик, чуть-чуть. Заслуженный работник физической культуры и спорта Казахстана, профессиональный тренер по смешным видам единоборств Тимирбулатара, смог объединить десятки людей, которые раньше были вынуждены сидеть в четырех стенах. Что это такое, он знает не понаслышке, так как сам почти полностью потерял зрение. Мы решили временно немножко приостановить работу клуба, пока там не успокоится все. Ну, я не собираюсь, конечно, там долго, потому что здесь, как бы там ни было, они приходят заниматься спортом. А раз они занимаются спортом, они укрепляют свое здоровье. Активисты спортивного клуба ДОС как могут поддерживать друг друга, пока в мире свирепцует опасный вирус. Те, кто чуть моложе и чувствует себя в хорошей форме, приносят пенсионерам продукты и лекарства. Один из них – Олжас Мутынов. Свои 63 года он и спортсмен, и волонтер. А еще готовится к предстоящему осенью в Голландии чемпионату мира по самбо среди ветеранов, где должен защищать честь Казахстана. Молодой пенсионер не унывает из-за приостановки работы клуба и переходит на самостоятельный процесс подготовки. Есть гири и гантели, велосипед сейчас выгоним, подсохнет. И будем кататься и всячески поддерживать спортивную форму. Единственное, нам не будет хватать общения, общения с друзьями, коллегами, с тренерами своими. Самому молодому участнику объединения ДОС 40 лет, а самому старшему уже под 80. Организация, хотя проблем, как и у всех здесь тоже хватает, ни у кого не просит помощи. Держится на добровольных началах, точнее за счет членских взносов. Стоимость занятий от 2,5 до 3 тысяч тенге в месяц. При этом клуб своевременно оплачивает и аренду, и налоги. Сейчас пенсионеры мечтают купить новые снаряды и тренажеры, но накопить денег пока не получается. Из Павлодара, Салаватимир Булатулла, Марат Игликов и Алексей Мельницкий. Хабар, 24. О развитии событий узнавайте в наших следующих выпусках. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова